Эта история произошла со мной на контрольной. Ситуация обидная. Я днями и ночами сидела, разучивала материал по дробям к той самой контрольной. После всего этого на контрольной. Тсс, стопэ, стопэ, что такое дроби? Какое слово странное? Дроби. Звучит как барабанная дроби. В общем-то, без шуток я забыла весь материал. Я начала паниковать, сердце билось бешено. Я чуть не откинула ковыта, но со мной за одной партой сидит мой парень. И он очень хочет мне помочь. Он очень классный чувак, он всегда помогает мне с математикой. Спасибо, чувак, ты навсегда в моём сердечке. Мой парень наклоняется ко мне и говорит. Дайя, успокойся, пожалуйста, не подыхай. Хи-хи-ха-ха, чувак, не успел, я уже сдохла. Ну и в общем-то, начинаю молять учительницу, помочь мне. Что я тут подыхаю, на самом деле, это правда. Я в тот момент уже откидываюсь, отхожу от реальности. Он правильно пытается меня успокаивать. В общем-то, контрольную я свалила, но ничего, потом я её пересдала, она отлично. Готовилась ещё три недели. У моей подруги в школе был день рождения. Ей исполнялось 12 лет. Ну, что-то пошло не так, и нам на праздник принесли... Очень вкусные конфеты. Да, их ели все. Тип вкусные пироженки. В общем-то, когда конфеты уже все доели, моему однокласснику в голову взбрела идея. Посмотреть состав. Очень правильная идея, если что. И он читает, что в составе был ром. Так вот, чё они такие вкусные. Ну, правильно, бухлишко. Вы бы слышали, как мы ржали в тот день. Мы все бухие. Благо, я не ела эти конфеты. В общем-то, вот такой праздник малолеток с алкоголем. Благо, я не ела эти конфеты.